Ну что, друзья, собираем сумку в роддом. Растяжки. Хотелось бы поговорить о них, потому что вы меня достаточно часто спрашиваете. Я такая, блин, типа чего, какого хера вообще? И давайте приступим к распаковке. Ну что, вот и пришло время, когда пора завершать наш второй сезон проекта «Не просто мама». Где-то внутри немножечко щекотит. Этот проект был про то, что женщинам важно не забывать, что они не просто мамы, но еще и женщины. И именно в этом проекте я воплощаю всю ту самую любовь к себе и проявление заботы к себе. Даже не верится, что я это делаю, но пришло время собирать сумку в роддом. Вау, просто вау. Если честно, между нами девочками скажу вам, что я в этот раз чувствую большее волнение и испытываю даже где-то страх. Наверное, потому что первая беременность протекала как-то размеренно. Я чувствовала каждый день, каждый момент. А эта беременность, вторая, наверное, поэтому она просто промчалась для меня. Она просто вот по щелчку пальца. И я такая, а, погодите, погодите, а что уже рожать? И от этих эмоций, от этих чувств, от того, что я такая не успела оглянуться, а мне уже рожать, у меня внутри просто все наполняется, поднимается. Потому что я понимаю, что я даже сидя здесь, в этой студии, могу начать рожать. И от этой одной мысли просто жесть внутри какая-то происходит. Пожелайте мне, пожалуйста, удачи, потому что я правда буду безмерно благодарна вашей поддержке. Ну что, друзья, собираем сумку в роддом. Этот момент наступил. Если честно, у нас дома просто пипец какой хаос. На фоне вы видите шкаф. Мы решили купить шкаф Саймону. И оказалось, что он чуть больше, чем мы рассчитывали. В итоге сейчас, честно, если бы вы звали меня в гости, точнее, ой, если бы я вас звала к себе в гости, я бы, короче, не позвала, или мне было бы стыдно, потому что просто в комнате происходит трэш. Реально, просто какой-то хаос. Все на полу лежит. Нам нужно каким-то образом уместить этот огромнейший шкаф, вот это зеркало, комод детский, короче, еще один комод, куча всего в одной маленькой комнатке. И мы уже вот несколько дней просто мозгуем. Вчера Валера с папой собирали вот этот шкаф, и у нас миллион вопросов в голове. Как поставить кровать? Куда? А вы понимаете, что нам еще собирать кроватку? Это просто пипец. Я не знаю, как это все сейчас будет, но сегодня этот вопрос нужно решить. В любом случае, пока вообще место пеленальное у нас здесь. Ну нет, мы, скорее всего, его перенесем. У нас была вероятность, что на первый месяц малыш маленький, мы будем его вот прямо вот тут и пеленать. Но это не в долгий срок, конечно, поэтому будем думать. Но пока мы с вами собираем сумку, так что я прошу прощения за наш вот этот хаос. По-другому я не скажу. И начинаем. У нас, если что, солнышко выглянуло, поэтому вы можете увидеть, как кадр поменялся. Не обращайте внимания. Итак, из-за того, что я рожаю в частном роддоме, на самом-то деле много не нужно. То есть в прошлый раз я взяла сумку, и эту же сумку фактически целиком унесла обратно. Поэтому сейчас говорю про основные вещи, которые мне нужны. Если вы рожаете в государственном роддоме, то вам нужно значительно больше однозначно. Например, давайте начнем с косметички. То есть в этот раз она вообще массипусенькая у меня получается. Здесь у меня... Сейчас покажу вам все. Открою. Не поленюсь. На всякий случай я решила взять кремушек для малыша увлажняющий. Ну, далеко не факт, что он понадобится, но мало ли что я решила взять. Крем для лица своего, потому что я помню, как в тот раз у меня сильно сушило прям кожу лица. Дальше вот такой вот гель для интимной гигиены. Я покупала его еще в Дубае, но он очень хороший, он целое. Поэтому мне даже сказали, что после родов он очень пригодится. Дальше крем для сосков. Вообще, в прошлый раз мне не понадобился он, представляете? У меня ребенок сразу нормально приложился к груди. Но на всякий случай я его беру. В прошлый раз я помню, что не вот этот я использовала, а Пурилан. Хотя он у меня был в, получается, сумке, которую я покупала для роддома. Но в конечном итоге я использовала Пурилан, потому что мне показался он эффективнее. Тем не менее, сейчас у меня его нету, есть вот этот, и я решила, ну, возьму его. В принципе, без разницы. И две резинки я ненавижу ходить с распущенными волосами, когда я устала. Я, если прихожу домой, чаще всего дома я тоже с резинкой на голове. Мне так комфортнее однозначно. Так, теперь я складываю все обратно, пожалуйста. И идем дальше. Вообще, я взяла вот такую вот сумку, а сейчас мне кажется, что она такая маленькая. Скорее всего, у нее вообще нифига не поместится. Ну, посмотрим. Дальше здесь у меня тапочки. В этот раз я решила взять свои домашние комфортные тапочки. Не мучиться в этих резиновых, которые я брала с собой. Зачем, непонятно. И взять свои любимые топотулечки, чтобы было комфортно. Потому что все равно вес, тяжесть меняется. И хочется, чтобы ножкам было ок. Тут у нас салфетки. На самом-то деле в роддоме есть салфетки влажные. Но все равно салфетки это такой, знаете, очень расходный материал. Я решила, что пусть будут. Конечно же, носочечки. Вот такие эти были с Эммика носочки. Мне они очень нравились. Мы тоже их в роддоме надевали. Они мусипусенькие, прям такие беленькие. Но длинные, очень удобно. И я их уже постирала. А вот есть еще одни. Я заказала. Вот. Их нужно сейчас постирать. Я решила вам показать. Тут некоторые вещи нужно перестирать. Но они такие маленькие, такие хорошенькие. Я вообще не могу. Разных оттеночков. Потоньше, потолще. Но они чуть-чуть потеплее будут, чем вот те носочки. Если интересно, то где здесь артикул пишут? От З02. Это не то? Блин, тут, ребят, артикул не пишут. Но если что, это все Валберис. Также я взяла шапочки. Точнее, мама моя заказала шапочки. Эти же шапочки были у Сэмика. И, представляете, я не смогла найти. Я так и не поняла, где самые маленькие вещи Саймона. Ну, вот. Вот эти шапочки тоже на Валберис. Так, наверное, напишите. Детские шапочки. Когда увидите шапочки со звездочками, вот такие, знайте, они просто офигенные. Очень-очень тогда нам они понравились. У них малышу было безумно комфортно. Поэтому мы сейчас их взяли приятные на ощупь. Хорошо стираются. Короче, суперские. Вот их в наборе было две, получается. Это на выписку. Сейчас покажу. Вот такой вот просто беленький. Минималистичный верх. И еще один верх. Так, а где наш низ? Ну, короче, и такие же беленькие штанишечки. Это к нашему этому кокону. Я не знаю, как это называется, который типа зелененький у нас. Конверт. Вот. Так, это уже стиранное у меня вообще-то. Вообще-то. То, что не стиранное, мы сегодня просто купили. Это два тоже вот таких вот бодика. Пятидесятый размер. Сейчас вместе с вами-то, наверное, его и разберем. Тут такая система, знаете. Тут шапочка прям входит. Один бодичек. И второй, получается, вверх. По-моему, низ отдельно. Сейчас посмотрим с вами. Вот шапочка. Масипусенькая, господи божечки, с облачками. И вот такой бодик маленький. Все в одном наборе, да? Это все в одном наборе. Представляете, он стоил 500 рублей сейчас в детском мире по скидке. Ладно, 600. Ну, короче, это очень дешево. Представляете? И нам так понравился детский мир, если что. Лера Гордость нефтеролога, на котором пишет 599, у меня 500 стоит. Для меня это 500. Так. И штанишки. Сейчас покажу. Тун-ту-рум. Вот такие махенькие. Тоже с ножками. Хорошенькие. Мне очень понравился. Вот это в стирку. И такой же, точно такой же, уже не буду перед вами раскрывать. Только со звездочками. Серенький. Красивый очень. Да? Да? Скажите, что да. Другого ответа я не принимаю. И далее это моя, получается, ночнушка. Тоже на Валберис я заказывала. Если вы помните, кто смотрел мои первые роды видео на YouTube, я была именно в ней. Я заказала еще новую, очень красивую. И теперь непонятно, когда она придет, потому что праздники. Очень грустно. Не знаю, когда я рожу. Ну, короче, если что, есть запасная, слава богу. Я что-то поздно в этот раз вообще спохотилась за сумку. Вот. И здесь очень удобно, что держатся вот так вот чашечки. Вот так вот лямочки отсоединяются. Видите, можно будет спокойно покормить малыша. Очень удобно. Тоже так же написала просто. В прошлый раз ночнушка для роддома. Сорочка. И к этой же сорочке, естественно, есть халат. Вот такой вот. Не надевала его, кстати-ка, с роддома. Ну и, конечно же, пеленочки. У нас есть такого материала. Мне они очень нравились. Это Сэмико пеленочки. Новые пеленки мы не покупали, потому что у нас в прошлом, в принципе, в хорошем состоянии. Хорошие сохранились. Часть, конечно, я выбросила, но вот часть осталась хорошая. Книга. Кто заплачет, когда ты умрешь? У меня сейчас челлендж. Кто подписан на меня в инстаграме, должен видеть. 30 дней я читаю книги. Заказала себе кучу книг. Ее точно с собой возьму. И самое главное. Это конверт. Конверт нам подарили родители мои на вытеску. Пупсика. Это тоже свалберис. Очень классный он, конечно, мне безумно нравится. Надо его тоже сейчас постирать. Сегодня всем этим буду заниматься. Вот так вот он открывается с двух сторон. Такая гусеничка просто. Посмотрите. Здесь будет булочка сладкая лежать. Он, смотрите, какой тепленький. Вот. И в нем же, в этом комплекте, как раз-таки, получается, был бодичек, низ, ну, в общем, шапочка. В общем, полный, целый комплект. И здесь мне очень нравится капюшончик с такой вот меховушечкой. И, в общем-то, все. Сумка в роддом фактически собрана. Осталось вот половину вещей перестирать. А все остальное уже готово. Я уже рассказывала вам, какие же препараты я принимаю во время беременности. И сегодня хотела бы поделиться еще двумя препаратами. Они являются базовыми, и их необходимо пить во время беременности. Это магний и омега-3. Во время беременности потребность в магнии увеличивается в полтора раза. И мой врач по результатам анализа назначил мне прием магния. Оказывается, мои недавние судороги в ногах говорят о недостатке магния в организме. Я выбрала магний хилат от ЭВЛР. Немногие знают, что магний бывает в разных формах. Оксид, карбонат, лактат, цитрат, хилат и так далее. Все они по-разному усваиваются организмом. Магний в хилатной форме максимально усваивается организмом. И, кстати, его очень удобно принимать. Всего две таблетки в день. Магний хилат обладает успокаивающим действием и нормализует сон. Для меня это очень важно быть спокойной, потому что Саймон часто требует внимания. Иногда у него нет настроения, он может капризничать и так далее. И самое главное, это, конечно же, в такой ситуации оставаться спокойной. Потому что спокойная мама это спокойный малыш. Кроме магния, я принимаю вот такую тройную омега-3 от ЭВЛР. На самом деле, омега-3 во время беременности играют просто незаменимую роль. Омега-3 нужна не только самой беременной, но и для правильного формирования и развития будущего ребенка. Лично я для себя выбрала тройную омегу-3 от ЭВЛР, потому что у нее самая высокая дозировка омега-3 в одной капсуле 950 мг. Очень важным преимуществом является то, что для производства капсул тройная омега-3 ЭВЛР используется сырье высокого фармацевтического качества из Норвегии. Там омегу получают из диких глубоководных рыб. Это очень важно, из какой рыбы производят омегу-3. На сайте компании ЭВЛР есть подробная информация о производстве и о том, откуда поставляют сырье для производства. Тройную омегу-3 ЭВЛР легко и удобно принимать всего по одной капсуле в день. На самом деле омега-3 важна не только для беременных, но и вообще для всех, потому что наш организм не способен самостоятельно синтезировать омега-3 кислоты. Тройная омега-3 способствует укреплению иммунитета, улучшению вашей памяти и внимания, а также поможет поддержать красоту кожи, волос и ногтей. Перед приемом препаратов обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. Приобрести препараты магний, хилат и тройную омегу-3 от ЭВЛР можно как на сайте компании и в аптеках вашего города, так и на всех популярных маркетплейсах и интернет-аптеках. Ссылки на покупку этих продуктов можно найти в описании к видео. И раз уж на то пошло, то давайте я покажу вам те покупки, которые вообще у меня происходили за последнее время. На самом деле я хотела вообще снять отдельное целое видео про покупки, а потом подумала, почему я не внесу, не внедрю это в проект. Потому что как раз таки в этих покупках я как никогда проявила к себе огромнейшую любовь. Я перешла черту какую-то в своей голове и реально покупала то, что мне хотелось. Несмотря на ценник, я считаю, что это повод мне похлопать и желаю каждой женщине на самом-то деле прийти к этому моменту, когда ты понимаешь, что а мне на себя не жалко. Поэтому, девочки, с вас обязательно лайк, я знаю, что вы такое любите. И давайте приступим к распаковке. Потому что еще с момента Дубай я столько всего накупила, что капец. Ну что, я так сильно ждала этой части видео. Честно, для меня вот именно вот этот кусочек, это не просто про покупки. Это про что-то большее. Это знаете про тот момент, когда ты понимаешь, что ты избавилась вот от этих ужасных мыслей, что я этого не достойна. Нет, это не для меня. Ой, нет, лучше куплю там бабушки, дедушки, маме, папе, но не себе. Вообще, тема покупок, дорогих каких-то покупок, касалась моего блога очень редко. Потому что у меня были внутренние вот эти убеждения, установки, что ой, а людям может быть некомфортно смотреть, а вдруг кто-то себе позволить не может, а он не хочет. Хотя внутри я очень радовалась. Это была часть меня. Я это проживала, хотела делиться, но думала о том, а что там у других. И когда впервые я стала показывать это в своем инстаграм, мне некоторые стали писать, что ой, боже мой, что ты, типа, ладно, мы не говорим плохие слова на моем канале. Что ты, типа, выпендриваешься. Вот у тех, у кого есть деньги, они спокойно их тратят, не испытывают никаких эмоций. И я такая, блин, типа, чего, какого хера вообще? То есть, зачем вы пытаетесь навязать мне вообще что-то чужое, что там у кого-то есть деньги, и кто-то их тратит вот с таким вот, типа, нейтральным лицом, типа, мне посрать? Если для меня это не так. Я, да, могла себе все эти покупки позволить гораздо раньше, если ориентироваться на мои финансы. Но я их себе не позволяла, потому что я не позволяла их себе головой. И для меня переступить эту границу означало очень много. Поэтому я и говорила, что для меня это не просто покупки, а в них кроется огромнейшая проработка своих внутренних установок. И когда я читаю из ряда вон вот такие вот выходящие комментарии о том, что, типа, я якобы выпендриваюсь, что, вот, на самом деле ничего у меня нету, потому что я слишком радуюсь. Я, вот, я хочу, чтобы вы запомнили, что в моем блоге будет только так. В плане того, что я буду такой, какая я есть. Я не буду из себя никого строить, если я реально радуюсь какой-нибудь дорогой покупки, я не буду делать вид, что на самом деле мне посрать. Нет, я радуюсь, я реально такая, охереть, я смогла, я преодолела этот барьер в своей голове, и я хочу это разделить с вами. Это сейчас на данный момент мои ценности, на данный момент мои какие-то внутренние проработки. И мне нравится этим делиться, я не хочу скрывать эту часть себя ради удобства кого-то. Все, я хочу перестать быть удобной, я хочу быть вот такой, какая я есть на самом деле. И в этом нет ничего плохого. Если я испытываю какие-то эмоции счастья и радости, я хочу их транслировать, я не хочу их скрывать, я не хочу делать вид, что я такая а-ля классная. Мы не прорабатывали это на сессиях с психологом, нет. И поэтому я это прорабатывала самостоятельно. Мне было интересно изучить этот вопрос, мне было интересно посмотреть, что мне нужно для этого сделать. И для этого мне нужно было просто пару раз позволить себе. А когда ты уже пару раз себе позволил, то становится значительно проще. И я, в общем, счастлива. Это вся вообще предыстория к тому, что, опять же, да, за какими-то маленькими вещами и маленькими словами скрывается более глубокий смысл. И поэтому мне в проекте нравится его раскрывать. Это то же самое, когда я раскрывала вам семейный день и показала его не в формате влога, а как раз-таки прям рассказала, зачем, для чего, почему, разжевала и сказала, что вот это инструмент для того, чтобы отношения становились лучше. Хотя, казалось бы, это просто день, но нет. Поехали! Покупка! Много болтаю, много болтаю, покупок много шикарных, и я счастлива. Это такой хороший итог 22-го года. И начнем мы, пожалуй, у меня тут все заставлено, куча всего. Давайте с обуви. В этом выпуске будет много Adidas. Купила я себе кроссовки. Еще, по-моему, ни разу я их не обувала. В Дубай вот такие вот кроссовочки, полукеды, полукроссовки. Мне очень-очень они понравились, потому что их можно обуть вообще, как бы, в принципе, под что угодно, потому что они такие, знаете, классик. Мне понравилось, я взяла. Единственное, что, вот знаете, всегда так сложно с размером. У меня 37,5, а это еще и дубайский размер. Я вообще не понимаю, что здесь написано. Ну, короче, он, знаете, написано 18. Здравствуйте! Я померила, и якобы европейский вообще 36,5, но он вроде хорошо сидел. Но все равно чуть-чуть притык. Так что вот, вот такие у меня есть малыши. Дальше я взяла себе кроссовки. Ну, уже очень хорошо в них походило. Поэтому они не совсем в таком прям идеальном состоянии. Я вам покажу. Вот такие. Они, видите, более высокие. Тоже Adidas. Просто такого вот формата. Здесь с железненькой такой штучкой. Не знаю, мне показалось, что их тоже можно под что угодно. И удобно их на осень-весну, когда грязно. Но я их, вот как я и сказала, уже пару раз надела. Поэтому они не в идеальном состоянии. Нужно будет приводить в идеальное. Есть еще одни, кстати, Adidas, которые я хотела вам показать. Но они у меня грязнючие. Не успела их помыть. Они такие цветастые, знаете, там нежно-розовый, нежно-голубой. Это тот момент, когда я стояла и такая, я не могу определиться, что я хочу. И просто взяла чуть ли не 10 пар себе кроссовок. Вот в этой коробочке лежит. Когда-то была моя мечта вот эта. И сейчас она здесь. Это кроссовки от Gucci. Какие они красивые. Потому что я вообще изначально хотела светлые. Они такие более розоватые. Но почему-то, когда я обула вот эти, мне показалось, что они мне больше идут. Хотя там тоже большинство были засветлые. Я такая даже подрастроилась, когда я устраивала опрос в инстаграме и спрашивала, как вы думаете, там какие лучше. В итоге большинство были засветлые. Хотя будто бы в моменте мне показалось, что лучше смотрятся коричневые. Короче, в итоге взяла вот такие. Я не жалею. Они действительно под все. Единственное, тут вот что-то я уже то ли поцарапала, то ли что. Ну ладно. Это, я думаю, можно исправить. В общем, вот так они выглядят. Скажу честно, в первый день я натерла себе ногу. Но я думаю, что это из-за носков слишком коротких. Знаете, когда носок, получается, спадает, ты начинаешь здесь стереть. Потому что это очень удивительно. Здесь специальная подушечка для того, чтобы не натирать ногу. То есть она такая достаточно плотная, как вы можете заметить. Чтобы было супер мягко. Но как так произошло, я не знаю. Это было забавно. С меня очень сильно смеялись родители. Такие, купила она себе кроссовки за 100 тысяч рублей. Но, честно скажу, я от них в восторге. Потому что их можно под все обуть. И я, когда сейчас на студии езжу тоже, там луки какие-то собираю. И у меня там первое, что в голову приходит, это вот эти кроссовочки, которые я могу обуть. И они будут хорошо смотреться. Здесь в коробочке, то есть каждый кроссовок, вот они, хорошие мои, лежал вот в таком вот мешочке. И все было завернуто в бумажку. Слышите, да? Также здесь шнурочки дополнительные в коробочке присутствуют. Вот они. Карта клиента Гуччи. Ну, потому что я уже не первый раз что-то там покупала. И что еще? Ну, и всякие бумажки. Это уже не важно. Ой, какие туфли. Я вам сейчас покажу. Ой, что покажу? Вообще, от них я в восторге. Прикиньте, здесь дубайский песочек до сих пор у меня, правда, в этих туфлях. Даже жалко стирать. Я их достала, знаете, с чемодана. С тех пор и не доставала. Ну, ладно, посмотрите немножечко на песочек. Вот они. Ну, это что такое? Я не могу понять. Это что за красота вообще? Сколько вообще выбора обуви в Дубае и в их торговых центрах в Заре? Это просто капец какой-то. Я скучаю по Заре очень сильно. Зара, любимая моя. Я зашла, купила там себе платье, но его не покажу сегодня, потому что я даже не знаю, где оно. Единственное, что у них очень сильно маломерит обувь. Представляете, мой 37-й у них учитывается как 39-й. То есть, девушка с 38-м или 39-м, ей будет сложно достаточно найти себе обувь. Но посмотрите на этот каблук. Ну, что это такое вообще? Что за красота? Это просто вау. По-другому не скажешь. Дальше покажу вам уже в Инстаграме хвасталась свой уход, который я купила. Просто от души оторвала и очень счастлива. Очень хотела я купить крема. Сейчас покажу. Вообще, я хотела купить крем. Начнем с того. Вот этот крем от Ланко. И он стоил, собственно, 30 тысяч рублей. Один за этот крем, представляете? Но я попала на акцию. И я смогла за эту сумму купить целый набор кремов. То есть, получается, вот этот крем, он более такой легкой текстуры для, получается, комбинированной кожи. Все-таки мне посоветовали для комбинированной. И сказали, что не похоже моя кожа прям супер на сухую. Тем более, если я скоро рожу, все равно все стабилизируется. Я консультировалась. Потом, получается, дубликат этого же крема. Вот этого более легкой текстуры. Потом более густой. То есть, когда кожа сильно высушена. Для более сухой, чтобы я могла попробовать, оценить. Действительно, текстура значительно плотнее у этого крема. И крем вокруг глаз. Маленький вот такой вот. Тоже он совершенно другой текстуры. Я вам даже покажу. Он такой плотный-плотный. Очень приятно пахнет. Тоже розочкой какой-то. Не знаю, что-то мне нравится запах роз. Вот. Вот так он выглядит. Покажу текстуру большого крема. Я, конечно, это просто. Я такое наношу вечером. Думаю, боже, что за женщина вообще. Что за женщина. Почему так прекрасно? Так понюхаю, как будто бы смогу вам аромат передать. Но, короче, поверьте на слово. Это очень-очень приятный аромат. Он легкий. Не слишком парфюмированный. Очень приятно ложится на кожу. Очень приятно ее питает. Нет никакого липкого чувства. В общем, не знаю. Я его очень хотела. Читала много рекомендаций. Комментарий по этому поводу. С учетом моей огромнейшей просто любви к уходу за собой. Именно в плане кремов, скрабов, пилингов и прочего. Ну, вы понимаете, да? Моя душа просто растаяла. Дальше я от Lancome купила еще тоник. Мне нравится. Хороший тоник. Если хотите, уже могу посоветовать. Потому что он и не какой-то липкий. И хорошо очень такой, знаете, увлажняет, не подсушивает. Приятный аромат. Такой стандартный, я бы сказала, косметического средства. Неплохой. Знаете, есть упоет. Неплохой, если вы рассматриваете более такое что-то среднего класса. Если из люк-сегмента, то Lancome мне прям понравился. Я не зря на него охотилась. Попробовала новый швейцарский бренд. Около. Тоже неплохой. Пахнет он какой-то тоже стандартный такой запах. Косметический просто, знаете. Без сильной какой-то отдушки. Он экологичный. Все вот эти их баночки перерабатываются. Не тестируются на животных. Он или поет. Вот не знаю. Оба хорошие. На самом деле, что поет, что вот этот. Особо я не вижу разницы. Поэтому, не знаю. Вот такой вот он пенообразный. Ну, еще купила себе, получается, тушь от Шик. Впервые попробовала. Неплохая альтернатива Maybelline. Потому что не отпечатывается. Плюс ценовая политика их. Это очень недорогой бренд. По-моему, я заплатила 400 рублей. И прикольно. Мне понравилась она, естественно, мне. Счетом того, что у меня ресницы сейчас не в лучшем состоянии. Можете посмотреть. Неплохо. Одна из самых дорогих покупок. Ну, конечно же, это была покупка Cartier в Дубай. Вот такая вот упаковочка. Можете посмотреть. Решила вам прям подетальнее показать. Потому что я знаю, что девчоночки, вы мне такое всякое любите. Я сама люблю залипать на такие видяшки. Колечко, кстати, на мне сейчас. Вот так оно выглядит. Долго я думала гвоздик брать или не гвоздик. У меня здесь помолочное и обручальное кольцо. И вот этот гвоздик. И вот такая вот коробочка. Интересный факт. Я думаю, что она открывается вот здесь вот сверху. Но нет. Вот так вот она открывается. Так ты открываешь, и здесь колечко лежало. Вот так это красиво все смотрится. Боже мой, боже мой. Ой, сколько я волнений испытала. Какие чувства я испытала. Это просто хочется, чтобы каждый из вас вот это чувство испытала. Реально. Насколько это приятное ощущение. Насколько это ты такая выходишь и думаешь. Это что, я сама себе позволила? Купила сама себе. Сама себе. Поэтому желаю каждый из вас в 2023 году поставить маленькую цель на какой-нибудь бренд, который вам близок, который нравится. Мне вообще очень история брендов близка. Вы знаете, у меня у самой свой собственный бренд одежды. Я знаю, какие это труды. Когда выстраивается целая империя, там дом Гуччи, да, Диор, Кортье, и ты думаешь, боже, что за этим стоит целая империя. Плюс ты перенимаешь, прикасаясь к каждой вот такой вот брендовой вещичке, ты прикасаешься к роду создателя этого бренда, потому что здесь невероятная энергия. И хочу, чтобы каждый из вас на свою доску визуализации повесил себе это и исполнил свою маленькую мечту. Что у нас дальше? А дальше у нас будут книги. Первая книга это «Кафе на краю земли». Все эти книги вы советовали мне в моем инстаграме. Я спрашивала у вас, какая книга вообще максимально изменила вашу жизнь. И вы стали писать название. Я решила выбрать то, что мне ближе всего. И вот сейчас жду остальную партию. Заказала 10 книг. Дальше это «Осколки детских травм». Мне показалось тоже, что может быть мне очень интересно почитать ее. Дальше это «Как жаль, что мои родители об этом не знали, и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я». Ну, как вы понимаете, да? Мамский контент вошел в чат. Все-таки, как ни крути, мы должны развиваться, реализовываться. И «Кто заплачет, когда ты умрешь?» Уже начала читать и уже от нее в восторге. Покупок значительно больше. Но для себя я открыла основной раздел. Это «Вауберис». Вещи для беременных. Реально, вещи для беременных на «Вауберис» просто спасибо, что вы есть. Знаете, если в своих первых там раньше видео я говорила, зачем нам вещи для беременных? Я покупаю просто вещи в магазине, их там разрезаю или на размер больше и так далее. «Боже, это настолько бредово было!» Не поступайте так. Просто живите ради своего комфорта. Закажите себе штаны для беременных, закажите себе платья для беременных. Вот про это платье вязанное. Миллион человек меня спросило, что за платье? Оно у меня на заставке стоит. Я просто вбила в «Вауберис» платье вязанное для беременных. Все. У меня нет артикула, поэтому можете просто так же вбить платье вязанное для беременных, и вы его увидите. Оно там одно из первых. Мне не хватает нервов долго листать, поэтому я быстренько все оперативно нахожу. Но честно, просто попробуйте хоть раз купить штаны для беременных. Вы поймете, что все вот это вот разрезать и так далее. Все, что я там болтала, это была чепуха. Но опыт мы все-таки имеем. Учимся на своих ошибках, поэтому вот такие вот дела. Надеюсь, вам понравилась ставочка покупок, потому что я хотела прям очень сильно с вами их разделить. И передать свою радость, вот эти свои эмоции. И те, кому это откликается, конечно же. Пожалуйста, передаю вам свою всю энергию, чтобы вы тоже клеили себе на вашу доску и поставили ваши цели на 23-й год. Это вот такие вот классненькие покупочки. Очень много людей, особенно сейчас, в момент кризиса, мечтают создать свой капитал и жить на проценты с этого капитала. Пролистывая сейчас свои комментарии, я вижу, как много людей сейчас из-за сокращений остались без работы. И это много больше миллиона человек. Если это коснулось вас или ваших знакомых, то это рекомендация для вас. В моменты неопределенности очень важно иметь свой личный финансовый план и понимать, что же делать с этими финансами в дальнейшем. Чтобы не растеряться в условиях кризиса, очень важно действовать здесь и сейчас. Именно так мы всегда поступали с Валерой и очень рекомендуем вам. Сейчас у людей есть доступ к любой информации, и она никак не помогает. Причин, почему людям не удается создать капитал, много. Но основные следующие. Отсутствие действий. Если человек владеет нужной информацией, это еще не значит, что у него будет результат. Важно еще делать, а к этому готовы далеко не все. Отсутствие системности. В этом вопросе дисциплина решает. Но если нет финансовых целей и понимания, у людей пропадает мотивация заниматься этим системно. Присутствие жадности. Хочется получать выгоду быстро здесь и сейчас. Но так не бывает. Капитал создается годами, и он исключительно у тех, кто это смог осознать. Кто не смог, до пенсии гоняются за быстрой наживой. В итоге не имеют ничего. Как я и сказала, необходимо начать действовать. Но вопрос, с чего? И здесь я хотела бы вам порекомендовать посетить бесплатный мастер-класс от инвестора с 15-летним опытом, который живет на пассивный доход. Его задача номер один. Сохранить ваши деньги так, чтобы вы не брали долги. Даже если кажется, что это невозможно. Ну и конечно же не тратили их в ноль. Задача номер два. Приумножить кратно ваши сохраненные деньги так, чтобы они приумножались без вашего участия. И приносили вам тот самый пассивный доход. Это необходимо для того, чтобы в будущем вы могли жить на дивиденды своего капитала и обрести финансовую свободу. А из этих двух задач вытекают другие. Как выбраться из долгов, даже если это миллионы. Как накопить на крупные покупки, при этом не ужимая себя во всем. Как же обеспечить финансовую защиту и при этом быть готовым к неприятным моментам в жизни. Как же грамотно инвестировать свои деньги, при этом уделяя этому всего 4 часа в год. Ну и конечно же, как дать образование своему ребенку в 2-3 миллиона рублей. И все это возможно сделать, даже если ваш семейный доход 30-40 тысяч рублей в месяц. Поэтому обязательно регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс по ссылочке в описании. Растяжки. Хотелось бы поговорить о них, потому что вы меня достаточно часто спрашиваете о том, как я их приняла, как я с ними борюсь и так далее. Это такая, знаете, очень щепетильная тема, потому что очень многие женщины в принципе стесняются своих растяжек. Им кажется, что блин, наверное, это только у меня. Нет, не только у вас. Я вам скажу, что у меня в эту беременность гораздо меньше я набрала по килограммам, но, видимо, из-за формы живота и не знаю, из-за чего еще. В общем-то, у меня появились новые растяжки, хотя также был уход и так далее. Но такое вот строение тела, такая вот кожа у меня и у вас, если у вас есть растяжки. И ничего с этим не сделать. У меня появилось еще больше растяжек на животе, у меня появилось просто огромнейшее количество растяжек на попе. И у меня попа в этом плане страдает вообще больше всего живот и попа. И, на мое удивление, на боках. То есть, если раньше такого не было, то сейчас появились на боках еще растяжки. Что могу сказать? Сейчас, пока, пока, на данный момент меня это не тревожит. Но так как у меня уже была первая беременность, там у меня уже были растяжки. Как раз таки из-за того, что большое количество растяжек на животе образовалась дряхлость, я бы так сказала, да, очень неприятное слово, но оно есть, кожи на животе. Вы знаете меня, вы знаете, насколько сильно я люблю тренировки, насколько сильно я люблю ходить в зал. После того, как я родила в первый раз, я все это активизировала. В ближайшие же месяцы я пришла в отличнейшую, просто считаю форму, потому что у меня был и пресс, и попа потянута. И все было классно, но вот был момент с животом. Я с ним старалась делать все, что могла, но, возможно, нужно было еще больше времени, да, для того, чтобы кожа как-то регенерировалась, чтобы обновилась. Не было больше времени у моей кожи, потому что я забеременела во второй раз. Сейчас меня это сильно не тревожит, я об этом не задумываюсь, поэтому, когда рожу, буду делать все, что в моих силах, а дальше уже буду смотреть по существу. Но мой совет такой, пожалуйста, просто не загоняйтесь. Загоняйтесь, реально, вот если вы человек хороший, то ваши растяжки в вашей жизни ничего не изменят. Ну, а если вы человек говно, то простите за выражение, но сами понимаете. Поэтому я уверена, что меня смотрят прекраснейшие, просто добрейшие люди, замечательные, самые невероятные. Хотите, я вас похвалю? Поэтому, девчоночки, просто не запаривайтесь, реально. Ну, а если все-таки вас это тревожит, возьмите, уберите их лазером. Сейчас реально это доступно, по доступным ценам. Это есть еще различные лифтинги, насколько я знаю, которые работают вот с этой дряблостью кожи, с как раз-таки растяжками, да. Если вы понимаете, что ваших физических сил или ваших временных возможностей не хватает на то, чтобы постоянно тренироваться, тренироваться, тренироваться и приводить тело в тонус. Вот есть отличный способ, и не думайте о том, а кто, а что обо мне подумает, что я не приняла себя и так далее. Да просто плевать. Что хотите, то и делайте. Главное, не загоняйтесь. Вот это точно не то, из-за чего стоит переживать. Я поехала в бассейн. Что я вам могу сказать? Я счастлива сделать себе подарок в спа. Да, мы едем в самую высокую высотку, в самое высокое здание в Екатеринбурге с невероятным панорамным видом. Я заслужила. Вообще, этот сезон, мне кажется, про то, что типа я заслужила. Я наконец-то научилась себе позволять, потому что еще пару лет назад я бы сказала, что подарок себе на Новый год перед декабрем, когда можно такому большому количеству людей все подарить, все, что только можно. А сейчас я понимаю, что как офигенно, когда ты ставишь себя на первое место. Так что, девочки, ставьте себя на первое место. Мы с вами идем в шикарнейшее место, с шикарнейшим видом. Я просто еще не проснулась до конца, если честно, и поэтому моя речка очень странно звучит. Но поверьте, вам тоже там понравится. Ну что, мы уже в лифте. Тут такие огромнейшие зеркала. Сейчас пойдем отдыхать и релаксировать, потому что у меня после ночи безумно сильно болят в этот вот тут места. Бедра, бедра. Не знаю, есть ли у вас такие проблемы, но у меня однозначно, да. И я уже жду, чтобы просто расслабиться. Ну что, вот сама раздевалка. Так она выглядит. И здесь вот такой вот шкафчик. Тут получается полотенце, халат. Водичка есть. Здесь шапочка, то все. И различные гели и шампуни. Снизу тапочки. Я готова переодеваться. Ну что, вот и место, в которое мы пришли. Мы там на Епатеринбург. Конечно, это не Дубай. Не самый радужный город. Но тем не менее, все равно смотрится это прикольно, симпатично. Этот человек тоже решил сделать себе подарок. К Новому году пришел со мной. Ну, красивенько, согласитесь? Обожаю просто вот эти панорамные окна. И уже жду, когда в нашей квартире тоже буду ими любоваться. Красота. Мы тут одни. У меня тут, получается, сырнички с клубничкой. И вот такой вот вид. Вот хочу, чтобы каждый из вас встречал свой Новый год примерно. Можно, пожалуйста, с тропическим смузи, сырниками и с прекраснейшим видом. Потому что, конечно, удовольствие – это невероятное. Это такое, мне кажется, огромнейшее проявление любви к себе. Казалось бы, такая мелочь. Но вот, ты думаешь, смузи, сырники, ну, бассейн. А такое релакс дает, такое расслабление. Ты просто настолько абстрагируешься. Присаживаю. Блин, что ты смеешься? У меня тут собственный поднос. Молодец, понимаете, как удобно. Гусеночка вот. Представимые подбородка, почему нет. Цветокое вкусное. Я уже в предвкушении того, как я буду приводить себя в форму. Но пока я ем вкусненькие сырнички с отгусеночкой. Валю. Все, все. Валера, это устая? Нет. А сейчас мне уже все поднимают. Что с вешенкой? Она такая холодная. Она не холодная. Потому что следила к упальнику, наверное, еще. Очень приятно. Очень приятно. Я еще не сходила в сауну, не старайтесь, кстати. Я в Лене, если так-то вообще не ходила в сауну. А сейчас такая думаю, почему нет. Вообще говорят, что же к родам, как бы, даже неплохо. Если ты там немножечко распаришься, теплую ванну примешь. Поэтому. Здравствуйте. Ой, какой приятный свет. Очень классно, что мы приезжали утром. Потому что солнышко так светит, оно только встало. И так красиво, так улыбно, не знаю. Очень классно. Аааа, мы пошли с Валерой в бассейн. Это, знаете, такая завершающая точка этой серии. Моего проявления любви к себе. Просто, просто обожаю всем сердцем. Спа, красивый вид. Как будто бы я, знаете, сказала себе спасибо телу. Спасибо телу за то, что ты делала все эти 9 месяцев. Давай сейчас расслабимся, отдохнем, попьем сок, посмотрим на красивый вид и выдохнем. Пожелаем себе удачи. Это была очень, мне кажется, уютная серия. Очень спокойная серия. Но именно ей захотелось мне завершить данный проект. И скажу честно, для меня он просто подарил невероятную свободу мыслей. Невероятную свободу тела и времени. Поэтому я надеюсь, что вы тоже с этого проекта для себя что-то взяли. Я вас вдохновила на проявление любви, заботы к себе. На то, чтобы вы умели выделять и на себя время. Конечно же, не забывали про то, что вы тоже женщина. И если это так, то обязательно пишите свои комментарии. Мне всегда очень приятно читать. Честное слово, читаю каждый комментарий. И даже если где-то на что-то не успела ответить, то знайте, что ваш комментарий в любом случае прочитан. Мне кажется, нас этот проект очень сильно сближает. Поэтому, если вам все-таки хочется увидеть в следующем проекте еще что-то, что пишите. И я обязательно реализую. Спасибо большое, что были со мной. И до скорой встречи. Пока-пока.